Приветствую вас! И начать мне бы хотел с того, что сказать, что быть или не быть девственницей, или не быть девственницей, а решать вам. Только вы определяете развитие своей интимной жизни, и никто больше. То, что общество сейчас переживает в такое время, когда, знаете, чем больше партнеров, тем считается лучше, круче, качественнее, и вообще такого человека уважают, это явление временное, оно пройдет. Как, в принципе, и в ситуации с модой, как, в принципе, ситуация с музыкой, как бы все проходит, моды проходят, истинные чувства остаются. Люди сегодняшнего дня превращают секс в что-то такое, знаете, ну, я бы сказал, в что-то такое механическое. Вот совершенно точно могу вам сказать, что отношение к сексу, чем дальше, тем в большей степени его можно назвать механическим. И если честно, я не думаю, что от этого кому-то хорошо. Если честно, я не думаю, что от этого кто-то выигрывает. Если честно, я не думаю, что вы сами станете счастливее, если поступите своими принципами. Просто потому, что, ну, простите, пожалуйста, вы перестанете быть собой. Для мужчин очень часто можно, вот, встретить такое мнение или такую идею, что для мужчин девственница, это, вот, какой-то такой запретный, более ценный, там, плод. Более, знаете, такое стоящее достижение, мужчина может охвастаться, вот, сколько женщин он лишил девственности, там, и так далее. Именно этим общество сейчас и живет. Но это ни в коем случае не является чем-то хорошим. Я бы даже сказал наоборот, что это, как вот, сказать, такое детское увлечение. Так же и с этим вопросом стоит так-то. Ну, ничего это не значит для долгосрочных отношений. По крайней мере, по крайней мере, если вы сами считаете, что вам это важно, и вам это дорого, и вы держите за это, что вы, как бы, трепетно относитесь к этому, то это целиком и полностью ваш выбор. И нормально это с точки зрения общества, ненормально это с точки зрения общества, совершенно не важно. Потому что на самом деле важно только то, чего хотите вы. Другое дело, почему вас эта тема так заинтересовала, почему вы решили спросить об этом? Наверное, как-то вы все же, может быть, или сомневаетесь, или, может быть, вам кажется, что никто не разделяет на вашу позицию, или как-то еще давит на вас. Но поверьте, все это лишь законы общественной жизни, которые, к сожалению, достаточно четко выражаются в том, что их образовывают основные инстинкты самосохранения общества. Какие это инстинкты, я надеюсь, догадаться не так сложно. Это, в первую очередь, инстинкты, связанные с продолжением рода. Второе, это инстинкты, связанные с защитой общественного уклада и устоев. И это, как можно большее количество людей, разделяющие взгляды этого самого общества. То есть вам, на самом деле, всегда будут встречаться те, кто как бы противостоит тому, что вы вот продвигаете. Ну, не модно это сейчас. Наоборот, это сейчас осуждается. Хотя почему, ради чего, с какой такой стати людям навязывается то, как они должны себя вести, то, как они должны распоряжаться своим телом, это их право и их выбор. Главное в этом вопросе не осуждать других людей. Главное в этом вопросе не навязывать свою точку зрения другим людям. Ну, вот как хотят другие люди жить, так пусть и живут. Согласитесь, их право. Ну, а вы живите так, как вам кажется верным. И, поверьте мне, ваша позиция, она правильная, она верная. И, что самое главное, она является тем самым залогом успешной семейной жизни, которой вы достойны. То есть, по сути, дело то, о чем у нас сейчас, ну, скажем так, постоянно принято говорить. То есть, у нас постоянно сейчас принято говорить на такие вещи, что вот нужно создавать семью, нужно там заводить детей, чем быстрее, 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 быстрее. И при этом же говорят о том, чтобы вот девственность нельзя сильно долгать 25 лет. Девственность – это уже все, это уже крест на женщине. То есть, понимаете, какие сейчас уставы. Но эти уставы продиктованы современным обществом. А почему? Почему такая жесткость? Почему такая категоричность? Почему такая направленность? А потому что информации сейчас у людей очень много. И каждый, каждый может какую-то свою идею, любая идея, начать притворять в жизнь. Совершенно спокойно, совершенно легко и просто. Информация, по большому счету, перестает быть чем-то запретным. Она становится все более и более доступной. Ну, конечно, с некоторыми оговорками. И общество боится, боится, что оно разрушится. И давит на самое-самое низменное, на самое-самое инстинктивное. Чтобы хотя бы этим объединять людей. И тем самым спасти себя. Поэтому лично я, вот вы спрашиваете, как вы относитесь, есть ли люди, которые с вами согласятся. Лично я вас очень уважаю. Считаю, что вы человек, который действительно живет своей идеей. Идет к своей цели. Игнорирует то, что ему говорят. Пытается выстраивать свою жизнь так, как ему кажется правильным. Вы знаете, это очень многого стоит. Я думаю, что обязательно найдется мужчина, который вас оценит. Вас про стоимость, увидит все ваши сильные стороны. И, знаете, вас даст должное всем вашим каким-то ограничениям. Или, может быть, тому, в чем вы себя ограничивали, да, как-то урезали. И даст вам ту самую семью, тот самый брак, ту самую любовь, которая вам так необходима, которую вы заслуживаете. Понимаете? Чтобы отдать крепкую семью, нужно два момента. Эти два момента они друг друга взаимы включают. Ну, иногда, очень редко они совпадают, но, как правило, они их включают друг другу. Первый момент – это везение. То есть, вот, может просто совпасть, что вы встретите того самого человека, которым проживете всю жизнь. А, может быть, вам придется, ну, не вам конкретно сейчас, а вообще, человеку, придется жить, стараться, отстаивать свою точку зрения, свою позицию, свое мнение, лишь бы не потерять себя. И вот это самое главное – чтобы вы не потеряли себя. Поэтому, да, я вас уважаю. Я считаю, что вы делаете совершенно правильные вещи. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!